всем привет я тут пытаюсь уложить костью спать на обеденный сон но у меня конечно же ничего не выходит хотела его уложить и спокойно записать это видео спокойно нормально в тихой обстановке но как всегда как всегда не судьба мне видимо еще ближайшие несколько лет снимать видео в спокойной тихой обстановке сидя за столом чтобы меня никто не дергал никуда не тащил так ну чтож вот он идет что уложила костью спать удалось мне все-таки это сделать и сегодня я хочу записать следующее видео это видео челлендж и я его получила от лены канала заблок называется записки одной фрау всего пять вопросов тема такая youtube моей жизни сейчас я постараюсь максимально развернуто ответить на эти пять вопросов итак первый вопрос цель открытия канала на youtube значит так свой канал я открыла довольно таки и уже давно в 2014 году и два раза я ему забрасывала когда-то давно в 2014 году я открыла канал для того чтобы завести свой видео дневник просто просто записывать свои повседневную свою жизнь какие-то свои воспоминания переживания для того чтобы в будущем рассматривать свои видео и вспоминать вспоминать некие моменты которые которые просто забываются и уходят из памяти навсегда значит начала я в 2014 году тогда у меня еще не было ребенка тогда я была просто работала была еще не замужем жила в городе гамбург и так как я много работала у меня не было свободного времени и получилось так что я свой канал наверное где-то через месяцев 6-8 забросила открыла канал а потом забросила спустя некоторое время я снова начала снимать потом уже я забеременела и об этом я не хотела рассказывать никому х не хотел это не так афишировать не как показывает поэтому есть видео где я знаю что я уже беременна и но я не показывала свой живот я никому ничего об этом не рассказывала под конец беременности я перестала снимать вообще, потому что это было уже не скрыть, это было заметно по лицу, это было заметно по моему дыханию, было тяжело дышать, когда уже глубокая беременность, то это не скроешь, даже если будешь снимать себя вот так. А еще был один такой комментарий, меня одна девушка спросила, Юля, ты что, беременна? И тут я подумала, о, пора останавливаться, пора останавливаться, в общем, когда при беременности оттекает лицо, задерживается вода в организме, то это заметно, и я перестала снимать, это была вторая большая пауза на моем канале, я перестала снимать, потому что не хотела показывать маленького ребенка, а там тоже, тоже была большая пауза, и второе такое основательное возвращение было в мае или в июне 2018 года, моему ребенку на тот момент было 5 или 6 месяцев, и тут я уже решила подойти к делу основательно, опять-таки появилась цель, я решила, решила, что я буду снимать, решила, что я возьмусь за канал, что я буду снимать видео для себя, для своего ребенка, для воспоминаний, для того, чтобы видеть, как он растет, мне кажется, это очень интересно. Сейчас, например, открыть видео двуходичной давности и посмотреть, какой он был маленький, какая была я, чего я боялась, какие у меня были какие-то, может быть, заботы, проблемы, вспомнить об этом, посмеяться где-то, потому что мы многое забываем. Но также я не буду это скрывать, когда ты с ютуба получаешь каждый месяц деньги, зарплату, так скажем, то это является для меня лично большой мотивацией, снова и снова снимать, не забрасывать, как ни крути, деньги мотивирует. В общем, если ответить на этот вопрос вкратце, то цель открытия моего канала – это создать некий такой мой журнал, мой дневник моей жизни, моих воспоминаний, переживаний. И на сегодняшний день довольно-таки уже много видео накопилось, и я думаю, смотреть их уже интересно. Поехали дальше. Теперь второй вопрос. Поддержка близких. Поддержка близких. Поддержка близких. Немного непонятный вопрос. Поддержка близких при развитии канала? У меня не было никакой поддержки. Канал свой я открыла одна, яшки у меня никакой не было, я его вела всегда одна. И недавнего времени даже самые близкие родственники, мои родители, не знали, что у меня есть канал. Я им рассказала об этом недавно. И очень многие родственники и близкие друзья до сих пор тоже не знают, что у меня есть канал. Я это как бы не стараюсь афишировать, я не знакомлюсь с человеком и не говорю ему сразу, о, ты знаешь, у меня есть канал на Ютубе. Я этого не делаю. Но я это и не скрываю. Если человек узнает или от кого-то услышит, то, конечно же, я скажу, что да, это мое хобби, и я этим делом не занимаюсь. На тот момент, когда я открывала канал, об этом знал мой бывший муж, но он это как-то не воспринимал всерьез, ну и не то, что не запрещал мне, как бы это было мое хобби, и я этим занималась. Он туда нельзя, он даже не смотрел ни одно мое видео, и ему было это как-то неинтересно. Третий вопрос интересный. Огорчила ли меня работа в Ютуб? Ни разу меня работа в Ютуб не огорчила, просто потому, что я ничего от этого не ждала. А если на Ютубе зарабатывают большие деньги, ну или небольшие, хотя бы какие-то весомые, да, ощутимые суммы, то надо совсем по-другому подходить к этому делу, совсем подходить к обработке, по-другому подходить к обработке видео, к съемке видео. Для меня же это является хобби, от которого я ничего не ожидала, кроме того, что я смогу когда-то просматривать, там спустя годы просматривать и вспоминать свою жизнь. Поэтому работа в Ютуб меня никогда не огорчала, да, я думаю, не огорчит. Четвертый вопрос. Хороший вопрос. Что положительного принес мне канал? На самом деле очень-очень много положительного мне принес канал. Во-первых, это, когда ты начинаешь снимать видео, ты видишь себя со стороны, просматриваешь ролики, когда я монтирую, я просматриваю свои ролики, слушаю свою речь. В любом случае моя речь улучшилась. Мне кажется, это заметно, если посмотреть первые ролики, я лучше раскрепощеннее веду себя на камеру, потому что, ну, когда ты начинаешь свой влог, и многие думают, это так легко и просто, и многие в комментариях пишут, что ты там два слова связать не можешь, или ты неправильно говоришь, или еще что-то. но на самом деле мне даже писали, что ты ненормальная, ты разговариваешь сама с собой, ты разговариваешь на камеру, это ненормально. Но я не вижу в этом ничего ненормального. На самом деле это даже очень тяжело, включить камеру и начать говорить. Я сделала для себя некоторые выводы, которые я, в принципе, знала, но я еще раз убедилась в этом. Я сделала для себя выводы в плане того, что если я считаю что-то правильным, и вот мое сердце мне так говорит, и мой мозг сделает меня счастливее, что мне это надо, то не надо никого слушать. Люди всегда будут критиковать, отговаривать, смеяться. Но нужно научиться, если ты всем сердцем чего-то хочешь, и ты знаешь, что это правильный поступок, правильное решение, что это твоя цель, то нужно научиться никого не слушать, слушать только конструктивную, нормальную критику, не обращать внимания, когда над тобой смеются, подхихикивают, просто идти как танк своей цели, добиваться чего ты хочешь. Поэтому YouTube для меня стал неким таким развитием, и я рада, что я открыла свой канал, и я рада, что все так получилось, и что я не останавливаюсь. И на сегодняшний день меня YouTube немного уже поглотил, и я думаю, не так-то просто уже будет остановиться. В общем, YouTube принес мне многое, и я рада. И последний вопрос, это моя мечта. Я не люблю рассказывать о своих планах на будущее, я не люблю рассказывать о том, о чем я мечтаю. Я могу об этом рассказать, когда это уже произошло, когда это уже случилось, но о своих каких-то дальнейших целях, о том, о чем я мечтаю на данный момент, я не люблю об этом говорить, я не хочу об этом, я не хочу этим делиться, я храню это в секрете, потому что у меня есть такое суеверие, что если у тебя есть какая-то мечта, и ты начнешь о ней тараторить, направо и налево, то ее могут сглазить, и она тогда не сбудется. Поэтому на этот вопрос я отвечать не буду, моя мечта, она моя мечта, у меня их много, у меня еще много целей, у меня еще много желаний, я думаю, что это реально, и у меня все получится, а когда это получится, тогда я вам обязательно об этом расскажу, покажу. Надеюсь, вам было интересно посмотреть и послушать это видео. Кому я передам эстафету, я еще не знаю, надо будет подумать, при монтаже этого видео я подумаю, посмотрю. А вам спасибо за просмотр, обязательно подписывайтесь на мой канал, я всегда оставляю ссылочку или здесь, или здесь, по этой ссылочке вы можете легко пройти и подписаться. Всем спасибо за просмотр, всем пока, 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 пока.